Мы каждый день постоянно почистим пруд и собираем всякие бутылки. Бутылки, полиэтиленовые упаковки, стекла – это лишь малая часть того, что плавает на поверхности и сети. Нередко попадаются бревна и крупные ветки. В прошлом году рабочие находили утопленные смартфоны, флешки. Попадалась даже крупная рыба. Рыба большая, толстогубик, но около 30 килограмм весит. Ну, просто, конечно, мертвые. Интересно, конечно, у нас такие возорья-то нет. Сборщики мусора трудятся вот уже несколько недель. За это время с одной из сети подняли больше полутора тонн отходов. Рабочие жалуются, после зимы часто в реке плавают старые покрышки. За что держалась покрышка, почему так на ребре стояла? Он там просто пропитывал водой. Ну, там под мостом-то же много. Может, сколько достаем, кто-то выбрасывает, может быть. В прошлом году городские службы собрали примерно 40 тонн мусора. Участок от Макаровского моста до Ленина считается самым грязным. Здесь гуляет много горожан. Многие не стесняются, выбрасывают мусор прямо в реку. Ситуацию осложняет реконструкция Макаровского моста и соседняя стройка. Поэтому в сети все чаще находят крупные предметы – поддоны и трубы. Это было все в конце месяца апреля. Это тоже сказывается, потому что достаточно сложно уследить ситуацию под мостом. Водоканал по просьбе строителей, видимо, водой играет. Уровень воды постоянно меняется. Поэтому то, что лежит сегодня на земле, завтра легко может быть в воде. Естественно, утянуто течением плотинек. Со временем река чище не становится, говорят в городских службах. Специалисты в уход за есетью вкладывают немало сил и средств. Но их все равно недостаточно, если нет поддержки горожан. В этом году бригады по сбору отходов будут работать в усиленном режиме. Особенно в те месяцы, когда в Екатеринбурге пройдут игры Чемпионата мира по футболу. Юлия Данилова, Владислав Тринько и Павел Кулыгин. Интера ТВ.